МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Екатерина Некречи и Крым Реали. Это программа для тех, кому интересно, что же на самом деле происходит в Крыму. Сегодня вы узнаете. Почему крымские чиновники боятся независимых медиа? Это было сделано с целью оказать давление. Что получили крымчане вместо своих квартир на берегу моря? Вот тут пошла пресень, 20 дней текло. Как на полуострове борются с туристами, которые привозят мало денег? Уговариваешь, вот тут унижаешься, пропустите, мы выпрузим. Миллионы читателей, слушателей и зрителей. Это проект Радио Свобода Крым Реалии. Ежедневно мы рассказываем правду о событиях на полуострове. И эта правда не нравится российским чиновникам и владельцам крымских СМИ, которые хотели бы полностью контролировать медиапространство оккупированного Крыма. Заблокировать свободные СМИ не получается. Информация все равно доходит до потребителя. Поэтому следующий шаг – запугивание, угрозы и обвинение в государственной измене. Стоит ли ваша безопасность, стоит ли ваша жизнь, по сути дела, того, чтобы обеспечивать просто-напросто интересы, радиус свободы, интересы завода в борьбе с Российской Федерацией? Эти слова адресованы нашим крымским журналистам и экспертам. Неизвестные призывают их не сотрудничать с Крым Реалии, при этом называют себя нашим автором. Видео со статьей опубликовало подконтрольная Россия агентство Крым Информ. В материале всех, кто передает информацию Крым Реалии, записали в предателей России. Вполне можно сослаться на статью «Государственная измена», где написано, что оказание помощи иностранному государству, иностранной организации в ущерб безопасности Российской Федерации классифицируется как «Государственная измена». Посягательством на безопасность журналистов назвал эти обвинения президент Радио Свобода. Мы позвонили Игорю Коротченко, чтобы спросить, почему он обвиняет журналистов в госизмене, но разговор не задался. Я буду комментировать Радио Свобода, когда вы вот все то дерьмо информационное, которое у себя на сайте разместили, про меня, вы уберете. Военный эксперт обиделся на этот материал и российской службы Радио Свобода. Там идет речь о том, как в 2015 году Коротченко посетил американское посольство по случаю Дня независимости США. На встрече убежденный антизападник ел и мило общался. За госизмену в России лишают свободы на срок до 20 лет. Однако оснований обвинять в преступлении журналистов и экспертов Крымреалии нет. В этом нас заверила медиа-юрист. Для того, чтобы вообще такие серьезные юридические понятия использовать как государственные измены, применять их к деятельности журналистов, как, собственно, к деятельности любых других людей, которые взаимодействуют, сотрудничают в качестве экспертов, в качестве сотрудников с международными организациями, на это должны быть все-таки очень веские основания. Мне кажется, что веских оснований у господина Коротченко таких оснований нет. Крымский журналист Давид Акселерот не исключает, что к публикации с обвинениями в предательстве могут быть причастны российские спецслужбы. Это было сделано с целью оказать давление, чтобы те или иные люди прекратили сотрудничество с «Радио Свободы». Надо спросить у этих людей, условно говоря, великий русский писатель Давлатов или великий русский поэт Галич, работавший на «Радио Свобода», они как бы большие деятели культуры, а ли они все-таки предатели Родины? Крымреали – одно из самых популярных медиа в Крыму. Каждый месяц нас читают около полутора миллионов человек. Столько же смотрят телепрограммы и трансляции радиоэфиров. Похоже, это не нравится подконтрольным Москве крымским властям. В минувшем году прошли массовые обыски у журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крымреалии. Против автора Миколы Семенны открыли уголовное дело. В одной из его публикаций ФСБшники будто бы нашли призывы к нарушению территориальной целостности России. Суд продолжается до сих пор. Анастасия Бабкова, Соляр Али для Крымреалии. Вы смотрите Крымреалии. На полуострове началось строительство новой автомобильной дороги. Это так называемая федеральная трасса Таврида, которая должна соединить Восточную Керчь с Западным Севастополем. Для ее строительства планируется изъять около 2000 земельных участков, принадлежащих как физическим лицам, так и предприятиям. На некоторых участках есть и жилые дома. Владельцам обещают компенсировать стоимость земли и домов, но при наличии соответствующих документов. Это не первая с 2014 года история, когда людей выселяют из их домов ради крупных проектов. Например, в Керчи из-за строительства моста разрушили многоквартирные дома. Жителей отселили в новые квартиры. Но почему люди снова недовольны? Увидите сейчас в нашем материале. Им обещали новую жизнь в собственных хоромах. Качество гарантировали российские власти. Без принятия государственными органами СЭС, пожарники, Ростехнадзор, архитектуры, УКСА. В этот дом никого не вселят. Но все-таки вселили. Есть у кого течет, есть тоже и роют, и это. Да тут куча проблем. Эти два дома возвели, чтобы переселить людей с улицы Цементная Слободка. Она попала в зону строительства Керченского моста. Проект под контролем Владимира Путина. Но крымчанам это, похоже, не помогло. Новые квартиры едва ли не хуже прежних. Ну, у кого-то там с канализацией что-то трубы текут. И по стенам там, и в кухне с лампочки чечет вода. Более 80 семей переселили, когда внутри еще не было батарей, а кое-где и линолеума, рассказывает Ольга. Она живет на первом этаже новостройки. Это, по большому счету, надо все снимать и заново делать. Я не знаю, может, обрабатывать. Мы сказали все сами. Ну, то есть, тут никого ничего не допросишься, никому ничего нет. Никому ничего не надо. Жилье покрывается плесенью. Плесень, как была, им, короче, ничего не надо. Вот тут прошла плесень, 20 дней текло. Вся стенка. Переделывать они это ничего не собираются. Латать дыры после строителей жильцам приходится за свой счет. Ольга не скрывает отчаяния. И нормально ничего не заделали, вулу заделали. А здесь линолеум они закинули, даже не зацементировали. Линолеум не поставили, все как на место кухонька прикрыли. А мы, когда кинулись на новую кухню ставить, мы как-то двинули. Просто были в шоке. Многое в этих домах жильцы доделывали своими силами. Но и рабочие бригады со двора не уходят. У новостроев разрушается отмостка. Ее кладут заново. Доделывают и дорогу. Брак в строительстве – только полбеды. За несколько месяцев люди и ремонты сделали, и мебель купили. А документов на жилье до сих пор нет. Три месяца все почти не дали документы. Дома еще прописаны на цементной слободке, а квартиры – живем тут. Обещали документы в конце этого месяца или в конце следующего месяца. Вроде бы какая-то женщина сказала. До Путина же вроде бы дошло, что документов у нас до сих пор еще нет. Так что эти торжественно выданные квартиры людям пока не принадлежат. Все 83 семьи керчан зарегистрированы в почти разрушенных зданиях, которые стали приютом для бездомных животных. Анастасия Бабкова, Назар Сытник, Керчь. Во второй части программы «Крымреалии» вы узнаете, как на полуострове борются с дикими туристами и о том, как желто-голубой флаг в Крыму стал символом возвращения и борьбы за свои права. Продолжение программы смотрите через несколько секунд. Вы смотрите «Крымреалии». К 2014 году на территории полуострова находили себе место для отдыха люди разного достатка. И те, кто тратил десятки тысяч за неделю, и те, кого удовлетворял вполне бюджетный вариант отдыха. Но поскольку общее количество отдыхающих на полуострове уменьшилось, то и экономные курортники стали нежелательными гостями в Крыму. Потому что они вроде бы и есть, но денег практически не тратят. Но туристы с палатками пока не сдаются. Как с ними борются крымские чиновники, увидите сейчас в материале моих коллег. Туристы уговаривают охрану, чтобы та ненадолго пропустила авто. В этом заповеднике каждое лето отдыхают дикарем. Недавно правила посещения изменились. Палатки ставить позволяют даже бесплатно. А если нужны деревянные поддоны в аренду, администрация предоставляет их по цене 350 рублей в сутки. Раньше, чтобы занять лучшее место, отдыхающие приезжали на берег бухты в начале лета. Ведь если немного опоздаешь, палатку уже ставить негде. Посудка, все, видите, у нас все газ, палатка, все кухонка. Но это уже за много лет у нас это собралось. В этой компании туристов отдыхают жители Феодосии, Минска и Киева. Они приезжают сюда 14 лет подряд. На этот раз увидели лишь треть своих постоянных соседей. Мне нравится то, что машины наши не стоят за шлагбаумом. Неудобно телефон не зарядить, как бы неудобства такие. Там всякие вещи, знаете, там машины. Приходится ходить на шлагбаум. Первый год, когда вот машины наши здесь не с нами начали, но они говорят, что они ответственности за это не несут. Мы очень любим Крым, очень. Но сейчас здесь сложно. Уговариваешь, вот это унижаешься, пропустите, мы выгрузим. Кое-кто из отдыхающих подозревает, чиновники нарочно перекрывают кислород диким туристам, чтобы те не ездили в Крым. Я думаю, они хотят ее просто забрать. Они у людей желание отбивают, отбивают, что мы сейчас приехали, вообще никого нет. Ну, это военная база. Мы вот сейчас остановились в Феодосии у друзей, ночевали, когда приехали, мы поздно. Я утром просыпаюсь, самолет военный, они шумят как, потому что не сравнивают. За Тихую бухту взялось подконтрольная Россия и Крымская Минэкология. Реализует тут пилотный проект по сохранению природы. На самом деле пробует передать заповедник в управление частным фирмам. Чиновники уже объявляли конкурс. Среди прочего, на подвоз от шлагбаума до пляжа. Вначале территорий будет обустроен, он и существовал как бы шлагбаум. От этой территории уже будет осуществляться доставка трансфера уже непосредственно к местам отдыха. Конкурс отменили из-за протестов местных активистов. Ребят, здесь стоит вход 50 рублей. Людей заставляют платить и за любование памятниками природы. Водопады из Упциа и Петри, долина привидений и пещеры, обходятся в суммы от 50 до 200 рублей. И мало кто из туристов знает, что на самом деле проход должен быть бесплатным. Оплачиваются экскурсии. Чтобы погрузиться в воды ландшафтного парка «Отлеж», дайверы должны получить разрешение у Крымского Минэкологии. А оно требует научных обоснований для погружения, рассказал нам дайвер Павел Матица. Забота о мысе Тарханкут не помешала министерству пустить на его территорию автомобильное ралли «Баха-Крым». Грузовики гоняли по землям, которые будто бы находятся под особой охраной. А у обычных автомобилистов проблемы могут возникнуть где угодно. Им нельзя ездить или парковаться ближе, чем в 500 метрах от воды. Автор запрета тоже Минэкологии. Оно ссылается на Водный кодекс России. Запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием. Официальных парковок у моря на полуострове крайне мало, так что правила раздражают и туристов, и крымчан. Вы были в Феодосе? Мимо Золотого пляжа проезжали? Где? Там людям купаться. 20 километров пляжной территории. Асфальт идет на расстоянии 50 метров. И что теперь делать? Море переносим? Да глупостей хватает. Люди хотят вообще все запретить. Чтобы не приезжали только на какие-то платные стоянки, на какие-то пляжи организованные. Я считаю, что человек вправе отдыхать там, где он хочет. А вот как насчет строительства возле моря? Посмотрите, вон те коттеджи всякие, и все. Канализация куда уходит? Как насчет зеленой зоны? Или вы считаете, что турист приедет на машине, он оставит больше мусора и грязи, чем вот те коттеджи? Это пляж неподалеку от Евпатории. Даже те, кто вроде бы поддерживает запрет, паркуют машины поближе к воде. Ну да, приехали больше ставить не идти пока. Еще же не обустроено здесь ничего. Ну, стоянки надо делать. 20 метров зоны, и как нельзя? Я не понимаю. Я тут родился, я на этих камнях, вот с такого возраста. И никаких проблем у меня было. Стоянки были от САГ, да, вдоль дороги, да, и самые Евпатории. И ничего ведь, стояли. Это просто запрет отдыхать людям и посещать Крым, да. Вот и весь запрет. Всем этим водителям грозит штраф. Если их поймают инспекторы, придется заплатить от 3 до 4,5 тысяч рублей. Так что дикого туриста в Крыму ожидает много неожиданностей, не всегда приятных. Александра Славина, Владимир Нестайко, Назар Сытник для Крым. Реалии. Желтый и голубой. Сочетание этих двух цветов в Украине известно каждому. Но это не только украинский флаг, но и национальный флаг крымских татар. Как он стал символом возвращения и нового сопротивления, расскажут мои коллеги. На полуострове День флага отмечали в основном с родными и друзьями. Так его праздновали в Бахчисарае. Несколько семей собралось во дворе мечети. Крымско-татарская молодежь в этот день поднялась на Белую скалу Ак-Кая. Украинское министерство информационной политики опубликовало видео об истории народного флага. Флаг и тамга утверждены как государственные символы на первом Курултае в ноябре 1917 года. На втором Курултае флаг утвердили как национальный. Кок-байрак, голубое полотно и герб Тарах-тамга – национальная символика крымских татар. В советские времена флаг с тамгой был под запретом. В местах депортации как символ протеста использовали черный флаг. Самая известная история с ним произошла в городе Бекабад в Узбекистане. В 1971-м, в день памяти жертв депортации, крымским татарам удалось вывесить свой траурный флаг. Он развивался пять дней. Черный флаг вешали на высокой трубе цензавода. 17 мая окружили эту трубу, а наши сады свекли. Тем временем выбрали место, река Сардарья протекала, и самое широкое место, и там высоковольтная линия проходила. Вот эта вот высоковольтная линия, они по ролику повесили черный флаг и пропустили так по наклонной, и остановился он в середине этого Сардарья. Подконтрольные Кремлю политики крымско-татарского происхождения заявляют, якобы только Россия отдала флагу должное. Не скрою, что символ нашего народа в последние полвека пережил разные отношения. Советская власть его не признавала, украинская не замечала. И только лишь после перехода в Россию наш символ зауважали. При этом крымским татарам запрещены празднования в центре крымской столицы и на площадях других городов полуострова. На годовщину депортации за крымско-татарские флаги в руках и на машинах, ехавших группой, забирали в полицию. Водители-одиночек заставляли снять флаг, угрожая админпротоколом. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, блогер Заир Акадыров напоминал полиции. Флаг крымских татар не занесен российским Минюстом в список экстремистских материалов. Все, что позволили оккупационной власти лояльным крымским татарам, это автопробег по Симферополю и футбольный матч за его пределами. А в центре Киева прошли автопробег и праздничное шествие самым большим в мире крымско-татарским полотнищем. Флаг длиной в 6 и шириной в 39 метров. Больше флага не было до этого периода. Мы в прошлом году его впервые раскрывали. Мы еще раз демонстрируем нашу солидарность с Украиной, нашу поддержку Украине. И с другой стороны, таким образом мы показываем солидарность с теми людьми, которые оказались на оккупированной территории. Поддержать крымских татар пришли украинские граждане разных национальностей и иностранцы. Я не крымский татарин, я российский оппозиционер. Я считаю лично, что Крым – это Украина. И как бы, так сказать, вот видите, на майке моей, которую мы рассылаем сейчас во все страны. Поэтому, ну, это как бы такая гражданская оппозиция. С днем флага крымских татар поздравляли из-за рубежа. Обращение к народу записали представители Великобритании, Нидерландов, Польши. Крым, соответственно, Ложак. Крым будет вильным. Крым будет вильным. Крым будет вильным. Александра Славина, Антон Наумлюк, Владимир Паутов для Крымреалии. Сегодня это все, о чем мы успели рассказать вам. Смотрите «Настоящее время», читайте «Крымреалии». А в Крыму ежедневно слушайте радио «Крымреалии». С вами была Катерина Некречи и «Крымреалии». До встречи уже через неделю. Субтитры подогнал «Симон»